Добрый день! В эфире канал РБК, в студии Леонид Давыдов. Как всегда, по вторникам мы встречаемся с руководителями регионов и говорим о региональной проблематике. На этой неделе у нас в гостях Владимир Сергеевич Груздев, губернатор Тульской области. Спасибо огромное, что нашли время. Мы в последнее время пытаемся дружить с соцсетями, привлекая их, через них граждан задавать вопросы. В свое время объявили о том, что вы будете в гостях. Они прислали нам вопросы. Часть из них интересна. Один из вопросов про малый бизнес, тем более это сейчас актуально, на прошлой неделе был госсовет. Я хочу сказать, что я хотел бы поблагодарить РБК, потому что благодаря РБК мы впервые подготовили госсовет, используя интерактив со слушателями, со зрителями. Мы проводили опрос, 18 тысяч человек приняли участие в этом вопросе и получили более 350 предложений в рамках подготовки государственного совета по поддержке малого и среднего бизнеса. И эти предложения вошли в итоговый доклад рабочей комиссии. Отлично. То есть РБК уже помог. Вот Анна Богомолова спрашивает про малый бизнес. Выступать за поддержку малого бизнеса в сфере услуг малый бизнес действительно растет. А в сфере производства, например, самого тяжелого сельскохозяйственного производства. И еще у нее вопрос по поводу того, что в Туле есть известный бренд «Тульский пряник». Ему больше 300 лет. Появляются ли новые бренды и будут ли появляться? Бренды, безусловно, появляются. Хотя сам по себе «Тульский пряник» он действительно больше, чем 500 лет. И сегодня «Тульский пряник» он известен во всем мире. Очень известный бренд «Белевская пастила». Вы в любом магазине Москвы можете купить. Это как раз настоящая пастила, которая делается из яблока Антоновски, которая растет в Тульской области. А что касается в целом, конечно, поддержки малого и среднего бизнеса, тема очень обширная, очень обстоятельная. Но и задачи, которые стоят перед правительством, регионами, главами регионов. Эта задача, конечно, очень важна. Увеличить вклад в воловой национальный продукт с 20% до 50%. А на каком этапе такое будет увеличение? Этап сегодня, то, что мы видим, то, что у нас в структуре малого и среднего бизнеса занято 18 миллионов человек, это примерно четверть трудоспособного населения нашей страны, а вклад всего 20%. Ну, если посмотреть на другие страны, скажем, Малайзия это 47%, Япония 63%, а вообще стандартный вклад это больше 50%. Это считается экономикой диверсифицированной. Вклад наших крупных компаний сегодня 80%. Поэтому, конечно, та политика, которая реализуется, она не, к сожалению, на сегодняшний день не поддерживает и не создает предпосылки для развития малого и среднего бизнеса. И задачи государственного совета, которые прошли, это были задачи, направленные на то, чтобы создать дополнительные стимулы роста предприятий малого и среднего бизнеса. Ну, это в том числе же выход из тени. Я так понимаю, что много самозанятости, которая не фиксируется просто, да, люди просто себя не регистрируют. По нашим оценкам, около 3 миллионов человек это самозанятые. И мы сделали предложение для того, чтобы вести одно юридическое действие, это приобретение патента. Причем патент может быть на месяц, на квартал или на год, на тот или иной вид деятельности. Без регистрации индивидуальным предпринимателям. То есть человек купил патент, и у него все взаимоотношения с государством, они все эти... Ну и важно же, чтобы еще правоохранители не бегали назад, что вот он сегодня купил патент, а 10 лет до этого работал без патента. Ну, это другой же вопрос. Это все-таки вопрос амнистии капиталов и, в общем-то, проведения в целом экономической амнистии. Он тоже важный, но думаю, что в отношении людей, которые являются самозанятыми, этот вопрос касается их в меньшую степень. Это в основном вопрос для руководителей, собственников среднего и крупного бизнеса. Понятно, спасибо. Вопрос, вернемся к региону. Вот вопрос из ЖИО журнала про трассу М4. Вот тут длинный вопрос, не буду весь зачитывать. Старая трасса, там затрагивает населенные пункты. Будет ли когда-то что-то с ней происходить? Ну, трасса М4 Москва-Дон вообще одна из самых опасных трасс. То есть очень высокая гибель людей. Поэтому было принято решение несколько лет назад построить новую трассу. Соответственно, построили современную трассу. По территории Тульской области она тоже проходит. Хорошая, нормальная трасса. Но год назад, когда приняли решение о введении платного проезда, часть населенных пунктов у нас попали как раз в так называемые платные кусочки. И, соответственно, проезд стоит для большегрузного транспорта 150 рублей. И, к сожалению, большегрузный транспорт пошел в Богородицке. Я знаю, что как раз вам жительница Богородицка писала. Да, эта ситуация такая неприятная. А что мы сделали? Мы, во-первых, уже установили систему фото-видео фиксации для контроля большегрузного транспорта. Это первое, что мы сделали. И второе направление – это, конечно же, наше взаимодействие с органами ГИБДД. Потому что эти автомобили, они не имеют права, конечно, использовать второстепенные дороги. Да, для объезда. Ну, там другая нагрузка на автобус. Ну, конечно. Ну, конечно. Вот видите, 150 рублей. А дальнобойщики считают 150 рублей. Много. Ну, промежуток там вот, как раз Богородицк, это около 40 километров промежуток, который попадает. Вот за 150 рублей, да, народ экономит яиц, к сожалению, через населенные пункты, теряя время и так далее. Ну, вот так как есть. Но надо что-то, да? Нет, здесь вопрос только штрафов. Потому что за перегруз штраф 500 тысяч рублей, то есть это причем первое, а дальше это возможно конфискация транспортного средства. Ну, то есть это больше 150? Ну, 500 тысяч рублей существенно. Выбор очевиден. Вопрос в том, что это же надо еще, да, так сказать, факт установить. Факт установить и сделать. Окей, понятно. Придем у нас в гостях в удаленной студии, Владимир Владимирович, есть наш эксперт, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил, вы нас слышите? Да, добрый день. Михаил, эксперты и Тульская область. Что, какова позиция? Ну, надо признать, что эксперты признают Владимира Груздева одним из самых успешных губернаторов, отчасти опривающих разговоры о том досужии, что людям бизнес-опытом нечего делать в органах государственной власти. Действительно, от Тульской области долгие годы не было больших ожиданий, а сейчас Тульская область, наверное, претендует на роль второго по динамичности по энергетике региона Центрального федерального округа, уступая только Калужской области, которая все-таки наше все. Но, тем не менее, Тульская область, второе ее место в ЦФО, по многим позициям, это некоторый серьезный сюрприз. Даже если взять рейтинги, вошла в пятерку самых привлекательных для инвестиций в ЖКХ регионов, по данным Минстроя. Рейтинг, который делает петербургская политика и Спортэкспресс по развитию спорта, тоже, во многом, индикатор и успешности, и такой пассионарности, что ли, региона. Мы видим рост на 10 позиций до 27-го места, Тульский арсенал высшей лиги, недавно мы видели героизм второго состава Тульского арсенала в матче с профессионалами СЦСКА. Это большое, на мой взгляд, такое событие, большой показ потенциала региона. Что касается рисков, ограничителей, они, конечно, тоже есть. Вопрос первый, все-таки, есть ли достаточный потенциал для саморазвития, для экономической активности в Тульской области, где традиции предпринимательства все-таки не всегда развиты, и все-таки большое вымывание уходит население активного в другие территории, в ту же Москву. И, с другой стороны, на фоне репутации такого рыночника, который обладает Владимир Груздев, одновременно идут разговоры о нет ли смысла возродить госпланирование и так далее. Наверное, планирование в каких-то отраслях, может быть, смысл имеет, но все время за этими разговорами кажется монстр госплана, при, наверное, отсутствии или деградации навыков экономического планирования. То есть, дадут ли инициативу Груздева эффекты именно по возрождению элементов планирования, об этом эксперты тоже серьезно спорят. Спасибо, Михаил. У нас на связи был президент фонда периодского власти Михаила Виноградова. Я постараюсь прокомментировать. Про арсенал, да, это круто. Ну, в том числе про арсенал, да. Что касается экономического развития, вот несколько цифр. На 1 января 2011 года, в 2011 году я был назначен губернатором Тульской области, доходы регионального бюджета составляли 24 миллиарда рублей. 2014 год мы закрыли с доходами регионального бюджета, с собственными доходами регионального бюджета, 49,9. То есть, рост за 4 года неполных составил у нас 2,2 раза. Что касается консолидированного бюджета, включая бюджеты муниципалитетов, то он вырос с 34 миллиардов до 63,5 миллиардов. Это собственные налоговые и неналоговые доходы регионы и муниципалитетов. За этот же период наш воловой региональный продукт вырос на 52%. И из последнего доходы первого квартала 2015 года составили, превысили доходы первого квартала 2014 года на 30%. Я понимаю, что здесь еще есть эффект девальвации, потому что часть наших экспортеров, машиностроителей, то здесь возможна корректировка. Я думаю, что, конечно, мы откорректируемся к 1 октября. Но в целом я хочу сказать, что у нас нет ни нефти, ни газа. У нас есть самое главное. Это трудолюбивые тулики. Благодаря им создаются вот этот воловой региональный продукт. Ну вот у нас показали нам долговую нагрузку. В общем, она такая умеренная у Тульской области. Мы будем ее снижать, несмотря на то, что у нас на сегодняшний день... Может, не надо снижать-то? Надо тратить это на развитие? Это правда. Надо тратить на развитие. Но дефицит бюджета текущего года у нас составляет почти 3 миллиарда рублей. Но с учетом того, что вопрос рефинансирования сегодня достаточно дорог. И Минфин договорился со Сбербанком, с ВТБ, что ставка для регионов будет 17,5. Потом, правда, еще в дальний 1% понизились, значит, 16,5. Я считаю, что по таким ставкам, конечно, бюджеты привлекаются не должны. А, то есть проще отдать, да? Ну, легче не занимать по таким ставкам. Ну, потому что, на самом деле, это путь в никуда. Финансировать дефицит бюджета по таким ставкам – это очень опасная история. Вот сальдо бюджета, да? То есть такой прогноз с запасом, да? То есть 15-й год – это как раз 3 миллиарда, которые сегодня находятся у нас в текущем бюджете. Но мы предложим все усилия для того, чтобы ориентироваться на бездефицитный бюджет 15-го года. Но 16-й год будем дальше смотреть ближе к тому, как будет развиваться и экономика, какая будет стоимость денег, как себя будут чувствовать предприниматели, бизнес. Потому что мы все равно и на региональном уровне планируем поддержать наших предпринимателей. И вот, как раз, я так понимаю, показан прогноз, да, по состоянию госдолга? Ну, это да. Перевод вот как раз. Нет, это вот состояние, да. Структура? У нас бюджетных кредитов, на самом деле, вот видите, немного, всего 15%, основной долг коммерческий. Так надо переводить? Мы работаем над этим. Есть поручение президента. Тем более, там 17. Нет, есть поручение президента, которое было выпущено в рамках проведения президиума Государственного совета 24 февраля, где четко сказано, что Министерство финансов должно обеспечить рефинансирование погашаемых коммерческих кредитов регионов. В 2015 году их 320 миллиардов рублей. На эти средства выделено 310 миллиардов. Соответственно, 160 миллиардов в текущем бюджете, и поправки в бюджет, которые сейчас будут приняты, они добавят еще 150. Этого 310 миллиардов должны полностью пойти на рефинансирование погашаемых домов. Вам удастся полностью рефинансировать или нет? Нет, у меня в этом году рефинансируется 3,2 миллиарда рублей. Соответственно, на эту сумму мы ориентируемся получить бюджетный кредит. Можно понять сэкономленные проценты. Сэкономленные проценты, но по какой ставке считать? У нас сегодня ставка 8%, по которой мы сегодня обслуживаем свой долг. Поэтому, ну, все равно это... С 17 было бы интереснее. Ну, слушайте, но все равно это 250 миллионов рублей, это существенная экономия для регионального бюджета. Это те деньги, которые мы можем направить на какие-то программы, программы благоустройства, выполнение указов президента, а в том числе и инвестиционные программы. Потому что, к сожалению, инвестиционные программы текущего года, они у нас... Сожмутся. Сожмутся, да. Вот мы год назад, когда встречались с вами, в плане подписания, да, такого развития, еще не состоявшегося, был вот этот китайский контракт автомобильный. Мы остаемся в силе. То есть у нас наше индустриальное... Там есть продвижение? То есть что за год произошло? Индустриальный парк. Мы находимся в стадии реализации. Мы сегодня подтягиваем всю необходимую инфраструктуру, электричество, газ, дороги. То есть мы все необходимые обязательства, которые брали на себя, мы их выполняем. Планируем, что в соответствии с соглашением, май и июнь, китайцы должны выйти на, соответственно, на площадку. Сейчас проект готовится для передачи в государственную экспертизу. А когда будет автомобиль? Ну, ничего не меняется, 17-й год. Для китайцев сейчас очень хорошее время, потому что... Отличная ниша, потому что сейчас автомобильные отрасли испытывают серьезные сложности. Американцы уходят, пора приходить. Ну, не только американцы уходят. Вообще, все, что касается дешевого сегмента, там, где как раз китайский производитель планирует конкурировать, там существенные возможности на сегодняшний день. И здесь, чем позже они зайдут, тем меньше шансов у них. Ну и, соответственно, чем раньше зайдут, тем больше шансов на расширение инвестиций и на расширение продаж. Ну что, про тяжелую промышленность. Что с оборонкой? Как вот в этих условиях? Я хочу сказать, что оборонка – это тот конек, который был всегда исторический у Тульской области. В 2011 году, когда мы как раз занимались вопросами расширения площадок наших оборонно-промышленных предприятий, мы много помогли, и вот сегодня мы как раз пожинаем плоды, потому что все 35 наших оборонно-промышленных предприятий, которые работали в Тульской области, не одно, там, несколько предприятий находились в состоянии, ну, скажем, подошли к процедуре банкротства, мы смогли этим предприятиям помочь, оказать поддержку заказами и так далее. И на сегодняшний день все 35 предприятий загружены, и рост заказов на 2015 год в среднем на 40% превышает 2014 год. Похожая тенденция остается и на 2016 год. Ну, как бы, хорошо, да, как-то повезло. Нет, это не повезло. Ну, где в хорошем смысле. Это, нет, это была работа, когда мы в 2011 году, совершенно была другая ситуация и в Министерстве обороны. Если вы помните, оружейники были загнаны в угол, и одно из первых совещаний, которые провели совместно с Борисом Грызловым на территории Тульской области, это как раз совещание, посвященное оборонке. Те решения, которые были тогда приняты, они реализованы, и сегодня эти решения дают результат, в том числе и в виде поступления дополнительных налогов в бюджеты регионов. То есть вы были готовы к тому, что заказов будет больше? Я могу привести пример, очень такой показательный. Вот одно из изделий, которое очень популярное, это зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», который пользуется сегодня популярностью. Вот в 2011 году он не стоял даже на вооружении, и благодаря тому, что Сергей Шойгу пришел в Министерство обороны, возглавил это ведомство, в 2012 году нам удалось поставить его на вооружение, сегодня на это изделие мы имеем большой заказ, в том числе и государственный оборонный заказ, и продажи расписаны до 2022 года. Но хочу сказать, что основной заказчик все равно не Российская Федерация. Ну это хорошо. Это хорошо. Депрессифицируют. Это хорошо, да. Вы видите наше новое изделие, БМД-4, это боевая машина, машина десанта, мы изготовили 4 машины, как раз, которые будут участвовать в параде. Наконец-то там сменится, да, то есть новое поколение придет. Ну, мы надеемся, да, мы надеемся, что... Тем более, что этого же надо много, чтобы перевооружить заказ на долго. На самом деле, возможность не только перевооружения, но и модернизации существующей техники. Поэтому, ну, мы сегодня видим, что и воздушно-десантные войска, и сухопутные войска должны иметь хорошую защиту, хорошую технику. Про еду. Село. Село, вот помните, вот как раз вопрос. Село, мы зацикляем, да, закольцуем. На самом деле, хочу сказать, село это наш конек, в том числе, как и оружейное производство. Потому что в прошлом году мы собрали миллион пятьсот тридцать тысяч тонн зерна. Это по одной тоне на каждого жителя области. Сколько потеряли? В прошлом году почти ничего не потеряли. То есть удалось вот это, наше ахиллесово же питание сборно? Нет, почти ничего не потеряли. Сейчас мы немножко теряем по зимам, потому что зима была немножко маловодная, и воды мало. Поэтому где-то, наверное, процентов пять-семи мы потеряем по зимам. Но мы успеем зайти и перепахать. Хочу сказать, что в прошлом году мы ввели в эксплуатацию дополнительно 40 тысяч гектаров земель сельхозназначения. А в этом году мы должны ввести еще 50 тысяч. И очень активно пошли наши крупные агрохолдинги, готовы брать землю в аренду, выкупать, для того, чтобы начинать свое производство. А вот мясным, молочным занимаются животноводством? Да, активно занимаемся. По молоку мы плюсуем после очень долгого периода по падению. По мясу. Вот у нас в прошлом году был случай АЧС. Мы, к сожалению, были вынуждены уничтожить 65% поголовья свинины. 60 тысяч голов было уничтожено. У нас есть план, который мы начали реализовать в этом году по возвращению. И в следующем году мы увидим существенный прирост. Начало стартов в этом году. Тем более есть Москва, да, есть куда это все время. У нас по свинине вообще дефицит на самом деле. То есть у нас по стране, когда вот Михаил говорил о госплане, я почему говорю о госплане? Не должно быть, должно быть планирование потребления. Вот по свинине 4 миллиона тонн Россия потребляет, 3 миллиона мы производим. Миллион это то, что импортируется, либо замещается чем-то другим. Поэтому, когда мы говорим о государственном планировании, нужно смотреть, в каких регионах размещать те площадки, которые будут, где будет более короткое плечо доставки. Поэтому элементы госплана, особенно для крупных инфраструктурных проектов, они обязательно... Ну да, на объемах, да, где там экономика, экономия будет сразу существовать. Когда мы говорим о эффекте Калуги, это же не только успех Анатолия Дмитриевича Артамонова, но это же была задача, которую реализовывал Герман Греф, будучи министром экономического развития. Он же как раз и выбирал несколько площадок, где разместить. То есть это было выбрано, потому что в Ленинградской области на тот момент уже были площадки по производству автомобилей. И, скажем, Калуга рассматривалась как альтернативная площадка для того, чтобы диверсифицировать экономику и потребление. Придется прощаться с вами в этот раз. Спасибо. Ждем вас дальше успехов. Спасибо огромное. У нас в Герстях был Вадим Сергеевич Груздев, губернатор Тульской области. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин